Ну, как вы понимаете, мы люди не слишком серьезные. Вот вообще мы рассказываем лунные народные сказки, как их мы видим. Ну, в данном случае это будет опять же сказка Паразапа. Все вы знаете, наверное, сказку Маши и Медведь. Да? Да? Да. Вот. Ну, разумеется, у нас она приобретает оттенок заппа Медведь. Ну, все вы знаете, что заппа был в России, даже он писался. Но на самом деле дело было чуть по-другому, потому что в Россию он проехал не музыку писать, а изучать российские природные ресурсы, до которых был сильно охотч, потому что нужно было ему вдохновение. И вот, значит, как-то заппа в перерывах между записями поперся дурак на свою голову. Заппа, если не разумеется. Не запомнив ни одной запамоты, в перерывах между записями, пошел заппа в лес. Вот у нас лес будет такой. Ну, лес, вы знаете, что такое русские лес, березы и поляны, там елки растут, бурелом, дубы, крапива, полота. Ну, грибы, конечно, растут, подосиновики, мухоморы и прочее. Вот, глядь, промеж корапивы чьи-то усы и видняются. Хоть и без усов, это значит, наш Фрэнк Запушка ходит, грибы собирает, вдохновение ищет. Ну, разумеется, мухоморчики да баганочки в рот козет, в корзину собирает, а все, что хорошее в нашем понимании, белые да поберезыки, ногами ломает. А рядом, тут же, неподалеку, в том же лесу, кто-то бурздит в бариноле. Это медведь по грибы собрался. Хороший смотрит, все потоптаны. Разозлился, ни одного гриба не нашел. А запах где-то рядом гуляет, и медведь это и не замечает. Ну, ходил, зато ходил, грибов наелся сильно, да так наелся, что дорогу обратную подзабыл. Чего сделать, куда идти, не знаю. Ну, тут пришел ему от леса некий глюк. Глядь, посреди леса мужик бородатый стоит в стрингах и в лифчике. Мужик этот был Иоанн Андерсона Джеттера там, только почему-то вместо флейта у него был тупус чертежами для космического корабля. Ёки-палки за Бефест! Ну, запа понял, что это и есть его вдохновение, и говорит, мужик в стрингах или в лифчике, ты веди меня куда-нибудь отдохнуть. Ну, Андерсона повел за собой, и пошли они лесами дремучи. Дошли до избушки, зашли туда, но запа чего сразу? Гитару взял, давай песни дурные петь. А Андерсона ему и говорит, знаешь, запа, хорош песни орать, ты мне чертежи чертить мешаешь. Ну, запа лег, да и заснул себе. А тут и медведь додумал, собрался. Злой. Потому что мухомордовый запах поел, а вот все белые подрастоптал. Да и лес какой-то другой. Запахи странные, вискарем да сигарами паждет, звери какие-то другие. Сидел, кто это у нас? Кукушка или дятел? Дятел. Сидел, считал, странные размеры запяны. Аж башка красный стал, ничем мог считать. Но медведю это не понравилось. Сломал он березу, дятел, а дальше идет. Лягушками чавкает. Кукушка сидела, тоже пыталась сложные размерчики посчитать. Ничего не получилось. Сломал ее березами лис, подхнула кукушка. С тех пор со страху яйца в чужие гнезда подкладывает. Боится страшных заповских размеров. Филин сидел, глаза круглые, на все это посмотрел. Такая ахинея после запаха в лесу. Черт и что, в общем, тоже улетел. Но его дух тоже сломал медведь. Идет себе дальше, злой по-прежнему, леста трубой. Выходит на полянку, а на поляне костер горит. Палатка стоит, портянки сушатся. Воняю так, что комары сдохли. Гитара рядом. И мужик бородатый сидит. Ну, кто это, как вы думаете? Ну, нет, нет. Ну, многие бы подумали, что это был тектурист. Нет, это был Юрий Лоза. Вот, и сидит себе Юрий Лоза у костра. Потому что в интернете его так забанили, Что уже сил у него нет в Москве оставаться. И, значит, своим прекрасным голосом Под гитару песни поет. Я с собой не люблю. Здесь он играет мило, Хоть лучше цепелина, Но он песню не проплот. Не понравился ты мне Лилю, Прогнал он лозу к бурелому, Гитару взломал, струлю порвал. Ну и дальше идет злой, кушай прежний. Заходит он на свою поляну, Избушка родная из третьей. Все вроде так по-прежнему, Только что-то не то. Заходит медведь в избушку, А избушка не та. Запахи странные, Да и в парамыслах стоит. Будут елки пустые, С подлескаря и пиво валяются. Мужик бородатый в стрингах Над столом, над чертежами потеет. В общем, все не то. Заходит медведь в паленку, А там... Елки-палки, заповес! Ну, тут запад, конечно, уже проснулся. Первую сигару потянул, Бескарьком дортался, Появнулся в другой бочок, Смотрит медведь, стая. Ну, запад, конечно, сначала испугался, А потом, глядь, А это не медведь, Это Саша Костырев рядом. И говорит Саше Костыреву запи, Говорит, Френкушка, ты мне поставь памяти, Дай песенку коверок сыграть. Ничего не ответил запа, Повернулся на другой бок, Да и заснул по своему запенскому обыкновению. А Костырев таки взялся, Песня кутокавер, А сделан он ее или нет, И играет он ее, До сих пор никто на Руси и не знает, А мы-то, может, и услышим. Ёлки-палки, заповес! Руси-палки, заповес!